позволяет автоматически это обновлять. И более того, Bander позволяет зафиксировать конкретную версию, если именно она вам нужна. Как это выглядит? Во-первых, Gem install Bander. Сейчас он идет в стандартной поставке Ruby. В принципе. Ну, если вы не хотите в стандартной поставке, то вам придется скомпилировать Ruby ручками. Потом, замечательная команда bundle.init создает файл, который так и называется, гемфайл. Вот в гемфайле описываются гемы текущего проекта. Как это выглядит? Вот типичный гемфайл. Вот source, исходники, откуда будут браться гемы. Кстати, сейчас уже принято писать HTTPS Ruby Game 40. просто потому, что было несколько атак против Ruby Games, которые заканчивались очень плачевно. На несколько солнца можно использовать? Да, я же об этом говорил буквально минуты назад. Если ты переключишь планшет, то ты будешь слушать меня гораздо лучше. Вот, собственно, варианты с тем, как объявляются гемы в гемфайле. Здесь мы запрашиваем у бандера скачать в Ruby Games гем на кагире. Здесь гемрек, версия которого на самом деле больше и равняется 1.1 и меньше, чем 1.2. Очень полезно, если следующая какая-нибудь минорная версия поломала нахрен вам и все. Потом есть ключик require, который позволяет require файл. Сейчас, тут не описана одна вещь, которую я сейчас вот здесь на доске напишу. Дело вот в чем. Чтобы подключить гемы, которые вам приносит бандер, вам в начале своего проекта вместо вот этих всех require что-то там, нужно написать один простой require. Require Bounder Setup. И он, грубо говоря, из вашего гемфайла возьмет те гемы, которые нужны, и прореквайрит их автоматически. Вот здесь имя файла, которое нужно зареквайрить, отличается от имени гема. Поэтому указывается ключик require. Если вы вообще не хотите автоматически require этот гем, то выпишите require false. Гем сенатра, он берется прямо непосредственно из гита. Поэтому используется ключик git, в котором указывается путь к репозитории. И есть еще один ключик, который в бандере появился достаточно недавно, где-то около полугода назад, github. Там вообще можно указать только имя пользователя и имя рета. Но, кстати, ключик в гитхаб, по-моему, я так и не видел людей, которые пользуются. Дэн, а вы используете у себя? Да. Да? Окей. Там еще есть много хороших опций, но вы их тоже... Ну, я из новых, кстати, не все знаю. Нет, из старых можно указать ветку, ревизию. А, ну, branch tag, да. Это, естественно, я не думаю, что ребятам сейчас это кардинально нужно. Ставится... Собственно, когда у вас создан вот этот вот гем-файл, вы выполняете команду bundle install. Либо просто bundle. Она тогда по умолчанию выполняет bundle install. Обновляете вы гемы, bundle update, тогда все с незафиксированными версиями. То есть, там, те гемы, где не указана версия, будут обновлены до самой свежей версии. Именно потому, что я не зафиксировал в своем... Скажем так, в одном из наших проектов версию copy-strand, мне сегодня все поломали. Пришлось фиксировать. Сам бандлер после bundle install и бандлер update создает или переписывает файл гем-файл-лог. Гем-файл-лог – это набор метаданных, который включает в себя, откуда взяты гемы, какие у них зависимости и какие версии использованы. Кстати, еще есть возможность, используя магические ключи, платформ, указывать, для какой именно платформы станет тот или иной гем. То есть, здесь платформа не была указана, поэтому по умолчанию использовалась Ruby. Но если, допустим, мой проект написан так, чтобы работать одновременно и на Ruby, и на JRuby, используя разные библиотеки, то указав платформу двоеточия simul.jruby, я смогу подключать определенные гемы только когда проект запускается на JRuby. Ну и список зависимостей. Те зависимости, которые тянутся из гита, показываются в dependency, соответственно, с восклицательным знаком. Так, поехали дальше. РВМ-ка. А, собственно, кстати, я вот не знаю, зачем мне рассказывать ничего об РВМ-ке, кидать в создание гема, создание гем-сет. Вообще, все знают, что это РВМ? Да. Ага. Ну, я как раз ту лекцию и пропустил. Я был бы рад на ему присутствовать, но не вышел. Да, на РВМ-ке. Да, на РВМ-ке. Так вот, собственно, в РВМ есть такое понятие, как гем-сеты. Это, грубо говоря, изолированные системные уже наборы. Со стороны РВМ-ки. Когда вы разрабатываете новый гем, желательно делать это в изолированном гем-сете, потому что есть возможность немножечко подпортить себе проектное. Так, поехали. Первым установится бандлер. Но бандлер, скорее всего, РВМ сейчас подтянет тоже по умообщению. Потом, используя команду bundle-гем, название гема, мы создадим необходимую структуру для нашего нового гема. Он создает гем-файл, то есть файл для бандлера. Он создает стрейк-файл, файл с набором задач. Заглушку лицензии, заглушку readme, git-ignore, файл описания гема, который носит расширение точки гем-спек и всегда называется по имени гема. И заглушки, собственно, кода. Ну и инициализирует там git-репозиторию. Структура гема у нас следующая. Первое. Это папка lib, в которой находится все то, что нужно, собственно, для работы вашего гема. И файл, который лежит в корне папки lib, вот именно он и подключается require. То есть, ну, в случае... Обычно он называется по имени гема. Тогда ничего дополнительного бандлера указывать не надо. Но в случае рспека, например, здесь файл называется spech.rb, и поэтому мы указываем бандлеру ключик require.spec. Вот так. Дальше. Git-ignore, ну, объяснять не надо. Гем-файл. Мы его рассмотрели. Лицензию. Поплевали мы все на лицензии. Особенно тех, кто качает хорошие книги стоимостью 20 баксов с рутрекера. С ICD-бокс попрошу. Неважно. Рейк-файл. Про рейк-файлы мы вообще на самом деле поговорим отдельно, потому что это очень мощный рубит-стромик, хотя и достаточно тормозной. Но это возможность на руби писать, грубо говоря, нечто подобное make-файла. Собственно, поэтому и рейк. Руби-мейк. И редмишка. Собственно, что из себя представляет файл гемспеха? Это описание того, что из себя есть ваш гем. Гем спецификейшн, да. Первым делом он подключает файл с версией вашего гема. Потом описывает сам гем. У гема есть следующие ключи. Автор, почт, авторы, массив авторов. Почта, массив почт авторов. Именно это будет опубликовано потом на руби-гемс. Дискрипшн, описание этого гема. Саммари. Это немного более сокращенное, чем description. Или развернутое. В зависимости от желания, я встречал эти и те варианты. Но на самом деле в саммари обычно более развернутое. Хомпейдж будет, опять же, отображаться на руби-гемс. Список файлов гема. Самый простой случай – это вывод команды git.ls-файл с разбитой по энтерам. По концам строк. В данном случае, если быть точным. Исполняемые файлы гема. Потому что если гем тащит с собой исполняемые файлы, они должны быть добавлены не только в лод пасс, но и в пасс системный. Ну, соответственно, если у вас какой-нибудь рубишный скрипт с кэшбэнгом, то положив его в бин и прописав путь к нему в executables, вы добьетесь того, что установил ваш гем пользователь, получает свое распоряжение команды. Тест файлусов – это, соответственно, для тестирования.